Максим Горький Макар Чудра С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска, набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили собой сморщенные желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя. Окружавшая нас мгла осенней ночи, вздрагивая и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева безграничную степь, справа бесконечное море и прямо против меня фигуру Макара Чудры, старого цыгана. Он сторожил коней своего табора, раскинутого в шагах в пятидесяти от нас. Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой сильной позе, лицом ко мне. Методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову в мертво молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра. — Так ты ходишь? — Это хорошо. Ты славную долю выбрал себе, сокол. — Так и надо. Ходи и смотри. Насмотрелся? Ляг и умирай, вот и все. — Жизнь, иные люди, — продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его, так и надо. — Эгея, а тебе что до того? Разве ты сам не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому. — Учиться и учить, — говоришь ты. — А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты посидей сначала, да и говори, что надо учить. — Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут, что есть. Которые поглупее, те ничего не получают, и всякий сам учится. — Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга. А места на земле вон сколько. Он широко повел рукой на степь. И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет и думаешь. Вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в и сгниет в ней. Ничего по нем не останется. Ничего он не видит в своего поля. И умирает, как родился, дураком. Что ж, он родился за тем, что ли, чтобы поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилу самому себе выковырять. Ведома ему воля. Ширь степная, понятно. Говор морской волны веселит ему сердце. Он раб. Как только родился, всю жизнь раб. И все тут. Что он с собой может сделать? Только удавиться, коль поумнеет немного. А я вот смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коль написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка скажи, в каких краях я не был? И не скажешь? Ты не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить. Иди, иди, и все тут. Долго не стой на одном месте. Чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтобы не разлюбить ее. А задумаешься, разлюбишь жизнь. Это всегда так бывает. И со мной это было. И было, сокол. В тюрьме я сидел, в Галичине. Зачем я живу на свете? Помыслил я со скуки. Скучно в тюрьме, сокол. Э, как скучно. И взяла меня тоска за сердце. Как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала ее клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол. И спрашивать себя про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай, да посматривай кругом себя. Вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом. Вот как. Хе, говорил я с одним человеком. Строгий человек. Из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в Божьем Слове. Богу покоряйся, и Он даст тебе все, что попросишь у Него. А сам он весь в дыре, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у Бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коль моя речь обидела его милость. Тоже учитель. Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки. Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер ввыл, жалобно и тихо, в отме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос, густого, грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучавший. Пела ли она песню, говорила ли «Здравствуй». На ее смуглом, матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темных карих глазах сверкало сознание неотразимость ее красоты и презрение ко всему, что не она сама. Макар подал мне трубку. — Кури. — Хорошо поет девка? — То-то. — Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила. Нет? — Хорошо. Так и надо. Не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, чем не трубку курить. А поцеловал ее, и умерла воля в твоем сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать нельзя, и отдашь ты ей всю душу. — Верно. Берегись, девок. Лгут всегда. Люблю, — говорит, — больше всего на свете. А ну-ка, укали ее булавкой. Она разорвет тебе сердце. Знаю я. — Эгея, сколько я знаю. Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни, и как запомнишь, век свой будешь свободной птицей. Был на свете Забар, молодой цыган. Лойка Забар. Вся Венгрия, Чехия и Словония, и все, что кругом моря, знал его, удалый был малый. Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток другой жителей не давал богу клятвы убить Лойка. А он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк-солдат поставь строжить того коня, все равно Забар на нем горцевать станет. Эгея, разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли бы не пустил в него ножа, то, наверное, бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыло? Это уж как раз. И все табры его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго. Поездит, да и продаст. А деньги кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного. Нужно тебе его сердце? Он сам бы вырвал его из груди. Да тебе и отдал. Только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол. Наш табор кочевал в то время по Буковине. Это годов десять назад тому. Раз ночью весенней сидим мы. Я, Данила-солдат, что с Кошутом воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Рада, Данилову дочка. Ты нонку мою знаешь, царица-девка? Ну, а Раду с ней равнять нельзя. Много чести нонки. О ней, этой Радде. Словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку как свою душу знает. Много посушила на сердец молодецких. Ого, много. На Мораве один магнат старый, чубатый. Увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был. Как черт в праздник. Жупан шит с золотом. На боку сабля, как молнией сверкает. Чуть конь ногой топнет. Вся эта сабля в камнях драгоценных. И голубой пархот на шапке. Точно небо кусок. Важный был, господарь старый. Смотрел, смотрел, да и говорит Радде. Гей, поцелуй, кошель денег дам. А та отвернулась в сторону. Да и только... Прости, Коля обидел. Взгляни хоть по-ласкови. Сразу сбавил с песи старый магнат и бросил к ее ногам кошель. Большой кошель, брат. А она его будто невзначай пнула ногой в грязь. Да и все тут. Эх, девка, охнул он. Да и плетью по коню. Только пыль взвелась тучей. А на другой день снова явился. Кто ее отец? Громом гремит по табору. Данила вышел. Продай, дочь, что хочешь, возьми. А Данила и скажи ему. Это только паны продают все. От своих свиней до своей совести. А я с Кошутом воевал и ничем не торгую. Взревел было тот. Да и за саблю. Но кто-то из нас сунул зажженный труд в ух коню. Он и унес молодца. А мы снялись, да и пошли. День идем и два. Смотрим. Догнал. Гейвы говорит. Перед Богом и вами совесть моя чиста. Отдайте девку в жены мне. Все поделю с вами. Богат я сильно. Горит весь. И как ковыль под ветром качается в седле. Мы задумались. А ну-ка, дочь, говори, сказал себе в усы Данила. Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла. Чем бы она стала? Спросила нас рада. Засмеялся Данила. И все мы с ним. Славно, дочка. Слышал, господарь? Не идет дело. Голубок ищи. Те податливее. И пошли мы вперед. А тот господарь схватил шапку, бросил ее озимь и поскакал так, что земля задорожала. Вот она, какова была рада, сокол. Да. Так вот, раз ночью сидим мы и слышим, музыка плывет по степи. Хорошая музыка. Кровь загоралась в жилах от нее. И звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было. Или, коли жить, так царями над всей землей сокол. Вот из темноты вырезался конь. А на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас. — Эгея, Забар! — Да это ты! — крикнул ему Данила радостно. — Так вот он, Лойка Забар! Усы легли на плечи и смешались с кудрями. Очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу. Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь. Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете. Вот, сокол, какие люди бывают. Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей. Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошие не считали бы. Так-то. А слушай-ка дальше. Рада и говорит. Хорошо ты лойко играешь. Кто это делал тебе скрипку такую звонкую и чуткую? А тот смеется. Я сам делал. И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко. А струны из ее сердца мною свит. Врет еще немного скрипка. Ну, да я умею смычок в руках держать. Известно, наш брат старается сразу затуманить девки и очи, чтобы они не зажгли его сердце. А сами подернулись бы по тебе грустью, вот и лойко тоже. Но не на ту попал. Рада отвернулась в сторону и, зевнув, сказала. А еще говорили, что забар умен и ловок. Вот лгут люди. И пошла прочь. — Эге, красавица! У тебя остры зубы! — сверкнул очами лойко, слезая с коня. — Здравствуйте, браты. Вот и я к вам. — Просим гостя, — сказал Данила в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать. Крепко спали. А наутро, глядим, у забары голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного. Хе-хе-хе. Поняли мы, кто тот конь. И улыбнулись в усы. И Данила улыбнулась. Что ж, разве лойко не стоило рады? Ну уж нет. Девка как нехороша. Да у ней душа узка и мелка. И хоть ты путь золота повесь ей на шею, все равно лучше того, какова она есть не быть ей. А? Ну ладно. Живем мы, да живем на том месте. Дела у нас от упору хорошие были. И забар с нами. Это был товарищ. И мудр, как старик. И сведущ во всем. И грамоту русскую, и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить. Век бы не спал, слушал его. А играет. Убей меня громко, коли на свете еще кто-нибудь так играл. Проведет, бывало, по струнам смычком. И вздрогнет у тебя сердце. Проведет еще раз. И замрет оно, слушая. А он играет и улыбается. И плакать. И смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет, горько. Просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки. Печальные сказки. Плачет девушка, провожая добромолодца. Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг гей. Громом гремит вольная и живая песня. И само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню. Вот так, сокол. Каждый жил в твоем теле, понимал эту песню. И весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул лойка, в ножи, товарищи, то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Все он мог сделать с человеком. И все любили его, крепко любили. Только рада одна не смотрит на парня. И ладно, коль бы только и это. А то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Забара. Тот крепко. Зубами скрипит, дергая себя за ус, лойка. Очень темнее бездна смотрит, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь лойка. И плачет до утра его скрипка. Плачет. Хоронит Забарова волю. А мы лежим да слушаем и думаем, как быть. И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя. Изувечит. Так и шло дело. Вот сидели мы все в сборе и говорили о делах. Скучно стало. Данила и просит, лойка. Спой, Забар, песенку. Повесели душу. Тот повел оком на раду, что неподалеку от него лежало кверху лицом, глядя в небо. И ударил по струну. Так и заговорила скрипка. Точно это и вправду девичье сердце было. И запел лойка. Гей, гей, в груди горит огонь. А степь так широка. Как ветер быстр, мой борзый конь. Тверда моя рука. Повернула голову рада и, пристав, усмехнулась в очи пивуну. Вспыхнул, как заря он. Гей, гоб, гей, ну, товарищ мой, поскачем, что ли, вперед? Одета степь суровой мглой, а там рассвет нас ждет. Гей, гей, летим и встретим день. Взвивайся в вышину. Да только гривы не задень, красавицу луну. Вот пел. Никто уж так не поет теперь. А рада и говорит, точно в воду цедит. Ты бы не залетал так высоко, лойка. Не равно упадешь, да в лужу носом усы запачкаешь, смотри. Зверем посмотрел на нее лойка, а ничего не сказал. Стерпел парень и поет себе. Гей, гоб, вдруг день придет сюда, а мы с тобой успим. Эй, гей, ведь мы с тобой тогда в огне стыда сгорим. Это песня, сказал Данила. Никогда не слыхал такой песни. Пусть из меня сатана себе трубку сделает, коль вру я. Старый нур и усами поводил, и плечами пожимал. И всем нам по душе была удалая забарва песня. Только ради не понравилось. Вот так однажды комар гудел, орлины клекот передразнивая, сказала она, точно снегом в нас кинула. Может быть, ты рада кнута хочешь? Потянулся Данила к ней, а забар бросил на земь шапку, да и говорит, весь черный, как земля. Стой, Данила. Горячему коню стальные удела. Отдай мне дочку в жены. Вот сказала речь, усмехнулся Данила. Да возьми, коли можешь. Добро, — молвил Лойка и говорит ради. Ну, девушка, послушай меня немного, да не кичись. Много я вашей сестры видел. Игея много. А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, рада, полонила ты мою душу. Ну что ж, чему быть, так-то и будет. И нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно было. Беру тебя в жены перед Богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь. Я свободный человек и буду жить так, как я хочу. И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы. Протянул он ей руку. Вот думаем, и надел узду на степного коня рада. Вдруг видим, взмахнул он руками и озим затылком грох. Что за диво. Точно пулю ударила в сердце малого. А эта рада захлестнула ему ременные кнутовища за ноги, да и дернула к себе. Вот отчего упал Лойка. И снова уж лежит девка, не шевелясь, да усмехается молча. Мы смотрим, что будет. А Лойка сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо, да и пошел в степи, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне, смотри за ним. И пополз я за забаром по степи в темноте ночной. Так-то сокол. Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и лежа смотрел в его старое лицо, черное от загара и ветра. Он сурово и строго, качая головой, что-то шептал про себя. Седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но все еще мощной, крепкой и гордой силой своей. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер все так же носил его шепот по степи. Но он куже не пел, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней. Шел дуй-ка нога за ногу, повесив голову и опустив руки, как плети. И придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости. Но все ж не подошел к нему. Словом, горю не поможешь, верно? То-то. Час он сидит, другой сидит, и третий не шелохнется, сидит. И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далеко все видно. Вдруг вижу, от табора спешно рада идет. Весело мне стало, эх, важно, думаю, удалая девка рада. Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо, вздрогнул лойка, разжал руки и поднял голову. И как вскочит да за нож. Ух, порежет девку, вижу я. И уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним. Вдруг слышу, брось, голову разобью. Смотрю, у рада в руке пистоль, и она в лоб Забару целит. Вот сатана девка. А ну, думаю, они теперь равны по силе. Что будет дальше? Слушай, рада заткнул за пояс пистоль и говорит Забару. Я не убить тебя пришла. А мириться, бросай нож. Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат. Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга. А оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц, да я. И все тут. Ну, слушай меня, лойка. Я тебя люблю, говорит рада. Только тот плечами повел, точно связанный по рукам и ногам. Видал я молодцов, а ты удалей, крашай их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил. Моргни я ему глазом. Все они пали бы мне в ноги. Захоти я того. Ну, что толку? Они и так, не больно ты, удалы. А я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых цыган. Мало, лойка. Никогда я никого не любила, лойка. А тебя люблю. А еще я люблю волю. Волю-то, лойка, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить. Как не жить и тебе без меня. Так вот, я хочу, чтоб ты был моим и душой, и телом. Слышишь? Тот усмехнулся. Слышу. Весело сердцу слушать твою речь. Ну-ка, скажи еще. А еще вот что, лойка. Все равно, как ты не вертись, я тебя одолею. Моим будешь. Так не теряй же даром времени. Впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки. Крепко целовать я тебя буду, лойка. Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь. И живые песни твои, что так радуют молодцов цыган, не зазвучат по степям больше. Петь ты будешь любовные, нежные песни мне ради. Так не теряй даром времени, сказала я это. Значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу, юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табром и поцелуешь правую руку мою, и тогда я буду твоей женой. Вот чего захотела чертова девка. Этого и слыхом неслыхано было. Только в старину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган никогда. Ну-ка, сокол, выдумай, что не то посмешнее. Год поломаешь голову, не выдумаешь. Прянул в сторону Лойка и крикнул на всю степь, как раненый в грудь. Дрогнул Рада, но не выдал себя. Ну так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойка. Слышу. Сделаю. Застонал Зобар и протянул к ней руки. Она не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь. Вот как замаяла молодца, проклятая Рада? Насилу я привел его в себя. Эх, и какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя человеческое сердце? Вот и думай тут. Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть, что будет из этого. А было вот что. Когда собрались, все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойка. Был он смутен и похудел за ночь страшно. Глаза ввалились. Он опустил их и, не подымая, сказал нам. Вот какое дело, товарищи. Смотрел свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Рада там живет только. И все тут. Вот она, красавица Рада, улыбается, как царица. Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли. И решил я ради поклониться в ноги. Так она велела, чтобы все видели, как ее красота покорила удалову Лойка Забара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня. Так что уж мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею. Так ли, Рада? Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как Лойка Забар упадет в ноги девки. Пусть эта девка и Рада. Стыдно было чего-то и жалко, и грустно. «Ну?» — крикнула Рада Забару. «Эгей, не торопись! Успеешь!» «Надоест еще!» — засмеялся он. Точно сталь зазвенела, засмеялся. Так вот и все дело, товарищи. Что остается? Остается попробовать. Такое ли у Рады моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же. Простите меня, братцы. Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Забар. А уж Рада лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Забара. Оцепенели мы. А Рада вырвала нож, бросила его в сторону, и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбая, сказала громко и внятно. «Прощай, Лойка. Я знал, что ты так сделаешь». Да и умерла. «Понял ли девку, сокол?» «Вот какая, будь я проклят, навеки вечная, дьявольская девка была». «Эх, да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая». На всю степь гаркнул Лойка, да, бросившись на земь, прильнул устами к ногам мертвой Рады и замер. Мы сняли шапки и стояли молча. «Что ты скажешь в таком деле, сокол?» Тот. Нур сказал было, надо связать его. Не поднялись бы руки вязать Лойка Забара. Ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой, да и отошел в сторону. А Данила поднял нож, брошенный в сторону Рады, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами. На том ноже еще не застыла кровь Рады, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данила к Забару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Рады, старый солдат Данил. «Вот так!» Повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойка и ушел догонять Радду. А мы смотрели. Лежала Рада, прижав к груди руку с прядью волос. И открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойка Забар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица. Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данила, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал. А Нур, седой как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи. Было тут над чем плакать, сокол. «Идешь ты? Ну, иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и все, сокол». Макар замолчал, и, спрятав кесет в трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь. Ветер стал сильнее, море ракотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони, и, осмотрев нас большими умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом. «Гоп-гоп и гой!» — крикнул им ласково Макар, и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне, «Спать пора». Потом завернулся с головой в чекмень, и, могучий, вытянувшись на земле, умолк. Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками. А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойка Забар. Его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы. Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган, Лойке Забару и Радде, дочери старого солдата Данилы. А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойка поравняться с гордой Раддой.